Социалистический 76А и 76Б. Здесь пока очень шумно и пыльно, но жители в предвкушении. Уже скоро по двору можно будет ходить и ездить с комфортом. Еще каких-то пять лет назад, когда мы встречались, ровно так же с нашими жителями в городе Барнауле, повсеместно слышали претензии к власти о том, что кто будет заниматься благоустройством дворов, кто будет перекладывать асфальт, какие-то игровые детские площадки. Для того, чтобы это все сложилось, мы, собственно говоря, и инициировали на федеральном уровне проект «Комфортная городская среда». Работа кипит. Вот, к примеру, обновили тротуары. Жители уже оценили новшества, но и без замечаний к подрядчику не обошлось. С маленькими детьми выезжает соседка высокий бардер. Подрядчик обещает все недочеты исправить, а пока позволяет погода, надо менять асфальт. Работу завершат в ближайшие два дня. Здесь удалось синхронизировать работы двух программ, что дало нам возможность в дальнейшем не подвергать рискам, значит, вновь деформацию дорожного покрытия и так далее. То есть это очень хороший пример того, что, собственно, мы должны реализовывать во всем городе. Проектом предусмотрено устройство освещения, установка урн и скамеек. Работы с дополнительного перечня в этом дворе не проводятся. В то время как на 36 подобных территориях при финансовом участии жителей дополнительно оборудуют детские спортивные площадки, где-то обустроят автомобильные парковки, территорию для мусорных контейнеров, системы водоотведения. В то же время в администрации уже рассматривают заявки на благоустройство в следующем году. На следующий год, 1 мая, завершился прием заявок. Всего сейчас комиссии рассматривается 53 заявки. Уже 21 заявку за две недели мы рассмотрели. До конца июля планируем все 53 заявки рассмотреть. Добавим, что в этом году на благоустройство 65 дворов потратят почти 150 миллионов рублей. Срок окончания работ – конец ноября. Возможно, что благоустройство дворов будет выполнено и раньше. Анара Шагирова день с толком.